Доброе утро! Доброе утро! С чего у нас начинается утро? Чтобы вы понимали. Это у нас как утро? Мы уже... Стекло вам покажи. Мы уже, посмотрите, съездили в город. А так как мы съездили в город, что мы делаем после города? Каждый раз, когда мы приезжаем с города, мы убираемся на стекле, на подоконнике, потому что здесь шерсть, потому что здесь лапы, потому что наши собаки любят здесь сидеть. Их ничем отсюда не согнать. Теперь они наказаны и сидят у себя в будке. Блин, козлы такие. Ну это вообще невозможно. Мы уже сюда и стулья сюда ставим. Что мы уже сюда только не ставим? Сегодня они очень, очень хорошо заслюнявили. Вы видите, это полностью, смотрите, полностью заслюнявили. И даже вон слюни текли, блин, е-мое. С ума сойти. Сначала мы протираем влажными салфетками и чихали. Ага, да, еще и чихали, точно. Сначала мы вытираем влажными салфетками, потом мы начинаем вытирать вот этой штуковиной. Ну, короче, кошмар. Если мы куда-то уезжаем, то это все. Ну, ехали сегодня. Мы же сегодня проходили эту. По комиссию эту долбанную, блин. Ой. ВКК? ВКК. ВКК? ВКК мы проходили. А, мы вчерашнее видео еще не выпустили, да? Да все вам только сделалось. Нет, это сделалось не вчерашнее, это еще субботы сделалось. А-а-а. Мы опаздываем жестко. Этот, там где мы читали про нашу бесплатную медицину, нам присылали. А, точно, стишок. Да, Георгия, этот стишок про нашу бесплатную Йоханну и Бабай медицину. Вот это типа того. Вы стоите в очереди, когда заходишь в кабинет, тебе говорят, а вы перчатки перенесли? А какие перчатки? Нет, ну, как какие? Ну, перчатки. Вы должны знать, да? Вы должны знать. Там написано на дверях. Блин, выходишь, смотришь на дверях. Там ме-е-е-е. Куча-куча всякой хрени написано. Вообще. Вообще сплошнее, где-то. С какого до какого сидит. Сплошные надписи на дверях. Ты заметила? Да, да, да. Вот. А потом там где-то внизу, аж хрен с надеждой, нужно взять с собой две перчатки. Это к этому. К лору. Что самое интересное, заходишь, даешь две перчатки. А, перед тем, как мы заходили, еще она вышла и еще такой листок наклеила. Типа еще и маски надо. Без масок типа не уходить. Да. К лору, вы понимаете? Чтобы вы понимали. Все равно эту маску придется снимать и все равно у нас будет в горло заглядать. И везде зачем тогда? Это вообще цирк какой-то. Ну, короче, мы и без маски пришли, конечно. Вот. И что самое интересное, она одни перчатки ложит себе в тумбочку, а вторые перчатки отдает этой, которая рядом сидит. Кидает ей на стол. То есть, да, вот те вторые перчатки. Это эти вторые перчатки идут в теку. И что самое интересное, она этот, значит, в тех перчатках, которая сидела, уже до меня уже человек заходил, она, значит, этот самый берет, там что-то пишет, все, и теперь раз такая в тумбочку уложит перчатки. А я так, знаешь, посмотрела на тумбочку, а она заметила, что я смотрю, на тумбочку посмотрела, на ее руки посмотрела, потом на нее смотрю, она такая, такая, знаете, там тра-та-та-та-та-та-та, там такая, раз снимает, открывает тумбочку, берет эти перчатки и одевает. Все вы поняли, да? Если бы я не посмотрела, знаете, с возмущенным взглядом, мне кажется, она бы теми перчатками, которые были, она бы меня и посмотрела. То есть, и вот эти вот у них железные хрени, вот эти железные хрени. Палочки вот эти. Да, обратила внимание, значит, у нее такая непонятная, знаете, стоит фигня железная на старых этих ножках, этих ржавых, и там такой лоточек, вот этот белый, такой некрасивый, все знают, как раньше в больницах было. И, значит, в ней, в этом лоточке куча лежит вот этих железных палочек, ну, куча, штук пять. Что самое интересное? Ну, они же должны быть типа стерильные, все же понимают, да? Я это уже потом поняла, после того, как она мне во рту поковырялась. Она положила ее назад. Она ее положила туда же, назад, в эту вот там, где пять штук. Я думала, знаешь, как они берут, рот открывают туда-сюда, посмотрели, и ложат их же куда-то в другое место, чтобы отправить на стилилизацию. Она мне посмотрела рот и такая раз, и туда же шлепает эту палочку. И я ей охренела. Я ей, правда, ничего не сказала, потому что, знаете, как я уже поздно кулаками махать после этого всего? Ну, туда уже. Уже полазила она мне во рту, а не сказала, почему, потому что, думаю, она сейчас как напишет мне какую-нибудь херню, я фиг пройду эту самую. Комиссию. Комиссию. Уже все равно поздно. Если бы я знала, что она берет с общего этого, я бы ей тогда возмутилась. Но так я и за перчатки уже на нее посмотрела, она уже, так, знаете, со мной общалась уже так. Типа слышишь, ты че, блин, вообще тут, да? Ага. И я офигела, девочки и мальчики, вы представляете, сколько передо мной там было всяких разных людей? Кто-то может быть реально был с болезнью, не знаю, с ОРВИ, там, кашель и так далее. Дело в том, что она обработает перед... Что угодно. Допустим, ладно, можно подумать, что она обрабатывает их во время того, как люди заходят. Но дело в том, что получалось так, что передо мной заходила женщина и она открыла двери и даже двери не закрыла, я сразу за ней зашла. Сразу же. То есть она была в перчатках после той женщины. И естественно, никто бы там ничего не обрабатывал. Ну, короче, в общем, я вышла, я чувствую, как у меня там начинаются движения, во рту непонятно чьих-то чужих бактерий. Короче, классно. Вот такая у нас медицина, ребятки. Вот такая у нас вторая поликлиника, если что. И все самое интересное, знаете, в чем там еще прикол, то, что мне вот это, ну, я заметил. На каждом кабинете есть, правда, номер кабинета, да, и куча-куча мелких надписей. Короче, формат А4 бумаги, их по три, по четыре листика и там мелкими буквами написано куча всякой ерунды. А что самое интересное, не написано, кто здесь принимает. Я ходила, искала лора этого, хрен знает сколько, ребята. Я ходила у людей, просто спрашивала, вы не знаете, где лор принимают? У медсестрички спрашивала, вы не знаете, где лор принимают? А, где-то там она сказала, посмотрите. посмотрите. Юперный театр. Короче, ни одной таблички с названием врача нету. Да, вы же понимаете, там есть где-то, там под низом, оказывается, я потом, и она была заклеена белым листом, кстати. чем-то что-то там, что-то с собой иметь. Не знаю, я не нашел, я читал. Я вышла, а потом глянула. Вышла и глянула, и там было, значит, о-та, и все, и заклеено остальное. А тоже лейлинголог, наверное, это же лоры есть, мне кажется. Ну, короче, чтобы вы понимали, вот такая вот фигня. Во-первых, кабинеты не найдешь, это надо в регистратуре узнавать номер кабинета. А что, при регистратуре узнать номер кабинета? Надо отстоять в очередь. Отстоять в очередь, никто не пропустит, даже вот так спросить, а даже если так спросишь, вы не подскажете, в каком кабинете там лорф принимает. Она на тебя так глянет, как на кусок дерьма, типа, ты что, не видишь, люди стоят. Она не ответит тебе. Стой в очереди, пока люди там, карточки туда-сюда, чтобы узнать, какой кабинет, вы понимаете? Легче вот так вот, знаешь, базарное радио, пойти у людей поспрашивать, где тут что вообще находится. Ну, в общем, короче, это кошмар. Вот тут у нас вторая больница. Я вам серьезно говорю, куда смотрят наши депутаты или кто там, я не знаю, ее давно уже пора как-то облагородить, что ли. Ну, реально, ну, там заходишь, вот эти вот темные коридоры, такие подертые, знаете, стулья. Полы скрипучие, такие проваливающиеся. Да, да, да. Заходишь, и такое впечатление, что там попадаешь в мрак. Ну, серьезно говорю. Вот из всех больниц, где я была, это вот самая отстойная больница. И понятное дело, что, ну, хотя с другой стороны, понятное дело, что мы вам тут будем работать за такую зарплату? Ну, ну, какого хрена вы тогда вообще работаете? Ну, вот если так, ну, этот, окулист вообще шикарный. Окулист шикарный. Мне очки приписали. Она молоденькая, видимо, только пришла, может быть, на практику, там, чей не знаю, ну, короче, она очень молоденькая, видно, что она не с этой шейки-лейки, короче. Вот, потому что вот эти все женщины, умудренные опытом, я не говорю, что все пожилые врачи, они плохие. но, в этой больнице, я же говорю, зашла к хирургу, такой, так, что там беспокоит? Глянул такой. Я говорю, ну, там, были же четыре, там, четыре операции на четвертую, там, это самое, то есть, а, понятно, и там, короче, ему кто-то позвонил, он что-то разговаривает по телефону, что-то там корлякает, пишет, вот, не сказал там, давай посмотрю, не посмотрю, там, болит, не болит, что-то пишет, пишет там себе такое, открыл печать, поставил печать, потом закрыл печать, положил печать, а в это время базарит по телефону, на свои там темы, вот, потом такой, ну все, я говорю, а вот здесь же печать, а, ну да, открыл свой опять кошелечек у него, такой открыл с другой стороны, вытянул ключи для машины, положил ключи для машины, а в это время все базарит по телефону, закрыл, и, значит, такой, ну, понятно, что два дела одновременно, понимаете, мозг туговато совершил, он мне там написал, я не понимаю, во время того, как он по телефону базарил, что-то можно было написать, но так как они пишут, понимаете, да, по-моему, так, ну, главное, что написал, да, и так все остальные врачи, кому пришла эта бумажка, ага, ну, что-то написал, значит, хорошо и все, нормально же, ну, короче, он отложил этот кошелечек, и сидит, дальше базарит, сидит, просто сидит, и я же сижу, он такой раз, на меня опять глянул, потом такой раз, опять на кошелек, а, значит, опять базарит по телефону, и уже с другой стороны, открывает, не там, где ключи от машины, открывает, вытягивает печать, шлепнул печаль, все, и сложил бумажки, и сидит же дальше, по телефону базарит, я сижу, то есть, я же не могу у него забрать, я говорю, все, он на меня посылал, а, да, я такая, это он, а, да, руку, держит на бумагах, а, да, да, я сама эти бумажки изгребла, это кошмар, короче, ребята, пора, я не знаю, я не знаю, вроде бы реформы прошли по медицине, но, по-моему, они до нас сюда не дошли, во вторую больницу, и так точно не дошли, я говорю, окулист, вот, хорошая такая, она мне и так, и так, правда, там, аппаратура такая, ребята, хоть стой, хоть падай, но, вот эти очки, которые она мне примеряла, там, в общем, надо одевать такие очки, с пустыми глазницами, ну, как бы, вот этими, пустыми, и она тут стеклышки вставляет, вы понимаете, эти очки, они металлические, ржавые, и там, ушки, короче, я такая, ну, она говорит, ты ничего, разжимай, разжимай, они прям такие, и они меня так, как залили голову, что я думала, она лопнет у меня, вот, и они прям ржавые, и тяжелые, тяжелые, у меня так, прям, аж на нос, они упали, я вот так, держу, и что давит, я говорю, ну, это что ж, другое тут, ничего не это самое, вот, говорит, вот так вот мы тут и выживаем, типа, кто, серый? А, нет, это же нормальный, подожди, так что, он здесь сыт? Нет, он просто зашел сюда, ну, только же на цветы настал, он ходит, метит, он просто на цветы пописит, то ничего страшного, у нас, короче, это тот, блин, мохнатый ходит туда, метит, а это ешин папа приходит, что-то занимает, ешка на него, капец как похож, короче, я кесту, блин, лохматый чудовище, нам же ссыкает коридор, пепельный, пепельный приходит, Коля, я сейчас на него капкан, говорю, поставлю, как на него капкан, короче, она мне, она так аккуратненько старалась, все сделала, все хорошо, так промудохала со мной долго, я прямо, я прямо, такая, что такое, что случилось, я думала, сейчас меня опять пошлют, куда подальше, знаете, она так говорит, там, кстати, она сказала мне, что у меня, может, из-за этой моей красной волчанки, которая все развиваться, так что надо постоянно, на, осмотрить, что-то там в глазу, она говорит, я же, я же, узел все проходила в этом, я бы там, в ацинусе, в ацинусе, проходила, и то, и все, она говорит, ну, узел, говорит, это одно, они внутреннее смотрели, а я говорю вам, за дно, а, не, не в ацинусе, дно мы смотрели, мы ездили в какую-то новую больницу, там, когда мы еще снимали камеру, этой первой, а, да, 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 в центре, в центре, мы ездили, ну, короче, она сказала, что там есть затемнение, как пятночка, и с красной волчанкой, говорит, тем более, если гипофиз увеличенный, там передавливается шот, и говорит, из-за этого всего, там клетки, что не клетки, может развиваться катарактор, говорит, поэтому вам чаще, ну, как раз в 3-4 месяца надо приходить ко мне, ну, ко мне, или какому-либо другому, врачу проверяться, потому что, говорит, я вижу, я просмотрела, ну, она же меня садила, поставьте ее лицо, вот так, пожмите лобиком, там такая хреновина, и смотрите мне в лобик, и вот, я смотрю, она меня светила, там всякими светяжками, вот, и да, и говорит, это очень нехорошая штука, она говорит, если вовремя обнаружить, когда она, вот, если будет развитие, и вовремя ее обнаружить, то можно просто заменить, там, как-то хрусталик, хрусталик заменить, и все, а чтоб не получилась, там, в общем, плохая штука, в общем, короче, вот такие дела, капец, ну, капец, ну, в общем, как пойдешь в эту больницу, приезжаешь, конечно, голова болит, расстроенный в хлам, и, в общем-то, вы сами понимаете, да, так что так, ну, вроде стекло повытирало, что так себе повытирало, что я не бачу, в общем, о, я градусник, ты показывал, да, прицепил, не показывал, ничего, приклеиваю, нашел, короче, двухсторонний скотч, у нас тут завалялся где-то, где-то, у нас много чего завалялось где-то, теперь мы можем смотреть температуру, да, у нас очень много всего где-то завалялось, если это найти много всего, мы будем с вами богатыми людьми, если что, но, чтобы это найти, нам надо перевернуть половину второго дома, вот, так что так, в общем, вот так вот, мы съездили, покатались, погуляли, ничего не жравшим, ничего не жравшим, мы утром выскочили, не поели, вот, и это самое, и сейчас что, сейчас позавтракаем только, у нас уже сколько? пообеду же, ёханый баба, на сколько часов? 15? не обед уже? блин, где? где телефоны? где телефоны? а, нет, слава богу, час дня, я уже думала, три часа какой-то, обед уже? да, час дня, час дня, 11 минут, сейчас мы, короче, быстро пообедаем, тире позавтракаем, и что? и вон, видео доклепалось, надо еще одно видео выложить, сегодня, кстати, девочки, мальчики, вчера такой был ветер, ветер был очень сильный, прям, я думала, это обжигающий, да, даже, прям, как-то так? ну, холодный, холодный, пока мы были в кинотеатре, мы приехали, было прям холодно, посидели в кинотеатре, классный фильм, кстати, нам понравился, ну, не сказать, что он прямо там, бабах какой, знаете, как многие идут на фильме, и ожидаю, что сейчас там, прямо такое что-то будет, нет, просто он прикольный, классный, просто он реально вот хороший, хорошо снят, но, немного раздражает съемка, съемка немножко раздражает, потому что, когда быстрые моменты, они прямо так вот идут, что оно же в глазах рябит, знаете, не четко как-то там, жух, пролетает как-то, да, аж прям размыто, это вот, вот это раздражает, вот, так фильм, в принципе, неплохой, почти два часа он шел, да? отлично посидели, отлично посмотрели, нам мягкие диванчики присели, как мы любим, там двойной такой диван, я прямо на Колью, так оперлась, как дома, развалились, да, еще раздутся, было вообще шикарно, там надо было раздоваться, слушай, да, все еще, наверное, раз таки сделают, а вот, это самое, ну, еще, после фильма, что мы сделали после фильма, а что мы сделали после фильма? Ну, что, в магазин заехали, там что-то скупили, все домой, а, да, купили там на Блату собакам крупы, что-то мне показывать обзор, особо, своих кое-какие там дела заехали, порешали, которые мы не можем говорить, да, вот, да и все, в принципе, приехали домой, что, уже вечер на дворе, да, уже приехали все, пока там, а, пока собакам пилюлюлю вставили, ну, представляете, не знаю, на них там гуна действует, что приезжаем домой, открываем двери, ну, ладно, понятно, тут, тут ясный красный, что тут надо было убираться, их подстилка с будки, они вытянули подстилку с будки прямо к дверям, разложили ее там, ну, понятно, развернули, да, развернули, да, я не знаю, такое впечатление, что это человек делал, а у нас за дверью, значит, полочки же, да, вот, и, значит, на полочках стоят там крупы собачьи, и Даша что-то перекладывала с полки на полки, а, орехи мы там запрятали от них, потому что Рэм последнее время начал, из-за дверей, да, красть орехи, разлучивать их здесь, мы их повыше запрятали, в общем, и этот самый, и Даша что-то, чего взяла, переставила с верхней полочки на более нижнюю полочку, но они так просто мордой не достаются, надо достать лапами, и аж вот так достать, там у нас был такой лоточек, там у нас жуйчики лежали, ну, вот эти пакетики, конфетики, шоколадки, да, конфетики маленькие, шоколадки, там вот это, жвачки, что-то там такое лежало, просто вот коробочки такое, коробка от суш такая, вот, и там эти, кукуруза, то, что ты пиво любишь, такая, она не попкорн, соленая кукуруза, да, соленая кукурузка такая, она не попкорн, а именно зажаренная, такая пушистая, тоже классная получается, в этом герметичном пакетике лежала, короче, вытянули они эту коробку, значит, сожрали вот это, все шоколадки, там, что были, жуйчики, что там половину переживали, половину не переживали, вот эти все эти, кукурузу, вот эту всю сели, ну, там добротный пакетик, она ж не дешевая, вот, и шо, и, значит, две пачки крупы лежат на этом, на этом их подстилке, гречка разорванная, а этот, а вторая пачка, этот, чечевица, чечевица, слава богу, она ж тоже не дешевая, не разорванная лежит, видимо, гречку разорвали, такие, как они туда ее донесли, зубов, аккуратно лежат, просто гречка разорванная, не растрепанная, разорвали кусок, видимо, попробовали шо, но думают, во второй пачке и пробовать не будем, мне пачку принесли, не дотянули, ничего, она прям лежала вот так вот на этом, на пачке. То есть взял, таким аккуратно зубы, положил, я удивляюсь, утром коты, это жесть, просто, я же говорю, это луна как-то действует, там говорят, метеорит к нам даже на 15 числа подлететь близко к земле, походу он уже ближе стал, да, это действует на мозг, наверное, у собак, блин, на коту, сегодня Коля пошел, значит, у котовы убрать горшок и этот самый, как его, и дать поесть, и дать поесть, а Даша вчера у Кати ночевала, и что получается, пока Даши не было, одну ночь, считайте, ее не было, пока она там, значит, ночевала, значит, мы заходим утром, думаем, чтобы убраться туда-сюда, пока Даша придет, чтобы утром не кипишало, то она, знаете, как приходит, ну, слава богу, до сих пор нету дома, приходит домой, значит, да, все, не могли убрать, у котовы хорошо, воняет тут на всю комнату, короче, а там просто, а там жесть, а там уже метеорит упал, а там вете, хорошо, что это, Даша, это капец, что они сделали подлюки, они, значит, активно вчера, утром, вечером, поужинали, и они решили, что им горшка мало. Они нагадили туда в горшок и решили, что горшка мало. Что сделал Ёшик? Это скотина Ёшик, потому что он уже был один пакет... Замечен был за этим делом. Он, значит, берет пакет, а уже пакет надрезанный был. Он берет этот пакет, каким-то макаром вытягивает посреди почти комнаты, да? Не, ну, на подстилке, на красной. Ну, на той красной подстилке, а мы же не показывали. Не показывали, не. Не, не знаю. Ну, короче, мы там застелили этим, заклеили такой, это, сделали клиентку, чтобы они на ламинат ничего не рассыпали. Значит, он берет, разрывает в хлам этот пакет с этим песком со своим, и они решили, что у них теперь там Толи. Да, ну и Толи себе сделали. Да, они там разрыли, написали, наделали дела, все схорнули в кучу. А нагадили так, как будто, я не знаю, туда слон приходил, к ним в гости. Слушай, мы же там научились окно открывать, и ночью у них там, э-э-э, кошачья дискотека была. Не, ну, если вот этот кот приходил в гости, то он явно мог столько навалить. Реально. Ну, блин, блин, кошмар. Слушай, односрально вокруг. Кошмар какой-то. Ой, короче. Говорят, что если дерьмо снится, да, то много будет денег. А если дерьмо по натуре? Везде вокруг. Денег-то будет много, кто может ответить? Короче, кошмар. Коля сюда этих котов такой, ну, не швырял их, конечно. Я открыл окно и поубрасывал их через окно. Поотправлял их на улицу, короче, наказаны. Собаки наказаны. Я их сначала натыкал носом, блин, в эту всю ерунду. И повыбрасывал. Да, и потом давай убирать, вымывать. Оно же все вот это, знаете, как этот песок, оно же, блин, становится таким вот, как, знаешь, как глина, да? Давай пока поубирать. Ох, и там, блин, да, убирался, это капец. И запах, соответственно. Одно дело, когда в горшке, другое дело, когда воноться, блин. Ну, хорошо, вот не на ламинате. Нет, по ламинату они растаскали просто песок. Сухой просто просыпали. Не знаю, каким макаром. Мне кажется, он пакет тоже остался с кормом. Трепал. Он просто с ними игрался. Да, он это сидит. И поэтому просыпал, блин. Короче, кошмар. Давай мы быстренько все это перебрали. Это все мы утром перед тем, как уехать. Угу. Потому мы не позавтракали, потому что убирались. Я тут собиралась, и Коля там убирался, блин. И потому мы ничего не засняли, потому что мы очень спешили. Да. А так бы я вам показывал это все. Ага. Не, не надо бы. Если Даша увидит потом, как оно все было, она... Да что, на смотре наши видео, че ж. Не, ну, иногда же на смотре. И надо кто-то ничем заняться, но кто-то включает. Короче, я их поубрасывал, убрался. И поехали мы в больницу. И оставил я их на улице. Да, да, да. А потом мы приехали, сидим в машине, значит. Ну, уже ж выложили пакеты, либо заехали ж за песком, ж за новым, потому что этот растрепанный, куда его делать. Вот. Рэк, блин, не делай так. Выйти отдам. Чекай отсюда. Это самое. Выпустили уже собак, все такое. Смотрим, они вот тут у нас в беседке, выглядывают за угол. Увидели, что тут же дверь открыта, короче. И такие потихоньку, потихоньку сюда просачиваются, блин. Типа, ну, мы уже будем хорошие, мы не это. То мы сидели, сидели, за ними наблюдали. Вот. Ну, думаю, сейчас собаки еще как тяпнут, блин. Но пришлось их пойти их уже впустить. Впустили их, вон они. Лягли сразу, накинулись на еду. Он на улице поставил еду. На улице не хотелось кушать, потому что на улице прохладненько. Вот. И поэтому там кушать не хотелось. Тут сразу накинулось бегом, понимать. А у матрешки еще какая фигня. Выпускаем же мы матреху гулять. И она что делает? Она уходит гулять. Гуляет, гуляет, гуляет. Гуляет, гуляет, гуляет. Приходит, просится. Пусть, конечно, она сразу в горшок. Сразу летит на горшок и сразу срать. Да хули. Ну, не надо было уточнять. Ну да. Вот она что, я не могу понять. Чтоб все знали. Вот такая вот вам матрешка, блин. Нет, нет, чтоб, блин, на улице это все дело сделали. Не говори, ну, ничего. Она гуляла, нагуляла аппетит, принесла домой. Да. Это капец, блин. Вообще, я вообще от этого не могу понять, блин, если что. Ну, короче, мы... Смотри, еще один пришел. Другие просите на улице, чтобы пойти на улице поделать дела. Вот того надо гонять. Что это такое? Да что это такое, а? Да ешкин кот, блин. А ну, ты ухожу. Ты мне сказала, скотына ты такая. Скотыняка. Вот видите, как хорошо, что-то кот один дома. Вот когда был Жорик, вообще вот этого всего хомна здесь не было. Они же воняют эти коты. Ох, они воняют, блин. Они именно вонючие метки свои ставят. Это кошмар, всего нет. Вот он надо будет... А ну, пошли, давай, погоняйте, надо. Проверьте, где там эти дома, не коты, блин. Вот там, Рэм, бежи, шукай. Вон он. Вон он. Ты его видишь? Вон он подапад, блин. Иди, ну кто ты? Иди, шукай. Вон он сидит под забором. Хоть бы напугали его, что ли. И заглядывает сюда, видишь? Под люком. Короче, понятно. Короче, вот такие вот у нас пирожки, ребята. Они сейчас, понимаете, эти коты, они ищут, где им себе новое, типа, ну, не жилище. Это домашний кот, я знаю. Это соседский, это Андрей Акор. Белый. Ну вот, они просто как ходят. Они ходят себе территорию метят. Чем же больше температуре, тем я больше король, понимаете? Ну вот. И, значит, пришел один ссыканул. А тот же пришел, понюхал, блин, не мой запах. Следом. Потом третий пришел, блин, не мой запах. Следом. И потом там такая вот. Получается, ребята. Как с этим бороться, я не понимаю. Вообще, я тоже не знаю, что с этим делать. Мы не знали таких бед и проблем, пока у нас жил Жорик, да? Угу. Он тут всех разметал. Я вообще не видел других котов здесь у нас во дворе. Вот это единственное матрешку он начал пускать. Ну да. И только, может, уже плохо было. Да, да, да. Так она рядом с ним сидела. Она прямо вот эта. Да, ты же понимаешь, что сейчас весной запахло. Ой, кошмар. Сейчас, ребята, реально, вон, 15 градусов, это в тени. Плюс 15. Да. На улице солнце, и поют вот эти птички, которые делают это. Фи-фи-фи. Фи-фи-фи. Да, 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 уже как весеннее. То есть, как весеннее, да. Да, прикольно. И сегодня реально вот просто пахнет весной. Я там кому-то пошкарябаю сейчас двери. Да, она не двери, она... Я сейчас там уже на полу. Это самое, да. В общем, короче, запахло весной. Единственное, сегодня прямо весенняя такая погода. Прямо вот, да, и запах, и всё-всё-всё весеннее. Прям мы ехали, да, обалденно. Можно прям окна открывать, и классно. И мы приехали домой, даже с машины не хотелось выходить. Ну, в смысле, двери пооткрывали, сели, сидим. Молодцы. Наслаждаемся природой. В общем, вот такое. Вот у нас утро. Я думаю, мы сейчас это видео одним так видео мне выложим, да. Дальше уже побазарили. А сегодня что-то еще будем в любом случае снимать. У нас делов куча. Я не знаю, с чего начать. Ну, вообще, рецепт надо снять. Это, не знаю, рецепт какой-нибудь на Шаповаловых на кухне. Да, да, да. Ребятки, кто не заходил на Шаповаловых на кухне, бежим туда и просматриваем новое видео. Там их уже два. Там уже их два. Да. Там у нас чечевичный супчик и этот, и салатик очень вкусный с тунца. Даже если вам не надо это дело приготовить, вы все равно идете и смотрите. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Ну, пожалуйста. Я вас не заставляю, я вас прошу. Я прошу вас. Это надо, это просто тебя надо пока сказать. Он такой, ну, я прошу, ну, прошу. Так, ладненько, все. На этом утренний наш, можно так сказать, лох остановлен, закончен. Мы высказались немножко, поделились. Ну, как не высказались, поделились своими приколами с вами. Про этих котов и собак, я не знаю, что это за время такое. Что у них там в голове, что-то не так. Это, получается, 10-11 число, да? Да. И вот это вот что-то... И вообще, как бороться с котами, которые приходят к вам во двор? Кто знает? Кто может нарисовать? Ставить капканы, чешуя. А нет, ты шок. Да я шучу. Оля, они живые существа. Да ну, понятное дело. Какой-то может что-то по-по-по-пар скидывать, может быть... Даже стяжки там. Не так объедь на них. Нет, может, продается что-нибудь такое, чтобы, знаете, вот... Кто в частных домах живет? Отпугивала котов. Да, чтобы запах вот этот отпугивать. Потому что, ну, это же невыносимо, блин. Сейчас нам скажут, заведите своего кота. Так завели, же он растет. Мы просто еще мелко. Выращиваем, еще не вырастили. Еще не вырастили. Да. Вот сейчас весна хорошая начнется, то мы будем их чаще туда, на улицу. И пускай они... Он ходит, сам обсыкает, хоть один будет обсыкать, а не все подряд. Жарико, блин, я не знаю. Такого кота пока у нас нет. Надеюсь, что наш ешка станет нормальным, взрослым, хорошим котейкой, которая будет гонять этих всех товарищей. Ну, это просто невыносимо. А то мы наведем красоту и порядок, да? Вонять будет везде все. Сейчас весна начинается, я вам серьезно говорю. Там иду, слышу, прям за поширидло стоит. Вот тут вот чувствую, уже возле порога они ходят. Ну, это кошмар. Ну, ладненько, все. Наговорили вам про котов, про собак, про медицину, про все подряд. Да. Все, задавайте вопросы, пишите письма. Так что, что вы думаете по этому поводу? И как с этим вообще бороться? Так что, все. Всех с темой, всех обнимаю. Хочу есть, и поэтому я пошла кушать. Пока-пока. Пока-пока.